Преображение города в лучшую сторону. На фасадах зданий появляются новые арт-объекты с ненецким колоритом. Какой рисунок на этот раз создали граффити художники и в каком районе, расскажем прямо сейчас. Вырисовывая мельчайшие детали кистью, Денис Щебеньков готовит арт-объект к завершению. В его практике это уже не первый рисунок, который украшает здание столицы Заполярья. Для художника создавать арктические пейзажи – одно удовольствие. Здесь в принципе нужно делать яркие картинки, потому что витаминов людей не хватает, людям. Да и они сами по себе в любой сезон яркие картинки универсально смотрятся, витаминисты. И арктическую тематику тоже можно очень ярко обыграть, в этом тоже плюс. Яркие муралы на постройках и фасадах зданий рисуются в несколько этапов. Связано это с климатическими особенностями региона. Для более долгой службы арт-объекта художники используют стойкую краску, а также всю экспозицию лакируют для защиты от ультрафиолетовых лучей. Сначала кроется праймером, грунтом прозрачным, потом кладется слой краски, какой-нибудь фоновый. Ну это уже мы выбираем себе для удобства какой. Например, здесь был темно-синий, темно-фиолетовый. Потом мы делаем разметку, иногда по проектору, иногда от руки, иногда и так, и так. И потом вот включаем эскиз на руке и рисуем, стараемся попасть в цвета. Работать в условиях Крайнего Севера для художников не составило сильного труда. Благодаря профессионализму и оперативной работе, граффити художники справились с работой, несмотря на ряд климатических особенностей. Погода не то, чтобы сложная для человека, сколько сложная для краски, потому что ей нужно еще высохнуть, ей нужно как-то там прогреться. То есть здесь позже начинается, наверное, сезон раньше заканчивается. А сложные для работы именно человеку, я так понимаю, здесь летом нас пугали комарами, мошкой, гнусом. Вот, видимо, здесь очень мало времени вообще, чтобы рисовать в целом. Идея создать арт-объект при въезде в город пришла местному предпринимателю Михаилу Зотову. Молодого человека сподвигли на такое решение уже созданные иллюстрации на фасадах зданий, что радует глаз не только приезжего гостя, но и местного жителя. Мы люди, которые живем в этом городе, соответственно, нам не безразлично, как выглядит этот город и как живут здесь люди. Поэтому мы в том числе вкладываемся в то, чтобы развивать городскую среду. То есть ребята, которые приезжали в прошлом году и в этом году приехали и разукрашивали объекты города, мы вышли через Центр развития бизнеса на них, взяли контакты и договорились уже за наш счет, чтобы они разукрасили, соответственно, прилегающую территорию к нашему ресторану. Вот так шаг за шагом развивается городская среда путем создания граффити-рисунков с ненецким колоритом. Яркие арт-объекты не только придают городу новые краски, но и напоминают нам, какие были наши предки и как они жили в тундре. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.